Да-да, вы не ослышались, это звучит шафара, а значит пришла пора отмечать самый важный для евреев праздник и самый первый в этом году Роша Шана. Как мы уже знаем, Роша Шана, еврейский Новый год, отмечается 1-2 числа месяца Чешарей в честь сотворения мира. Главная задача человека в эти праздничные дни – вспомнить обо всем, что случилось за год, прислушаться к голосу совести, признаться себе во всех своих недобрых поступках и искренне в них раскаяться. Самым ярким событием праздника является отрубление в шафар, бараний рог, а традиционным угощением являются яблоко с медом, чтобы год был сладким, гранат, символизирующий единство евреев, нарезанный кружками морковь, напоминающий золотые монеты. На стол подается голова рыбы, чтобы, как принято говорить, быть в голове, а не в хвосте. Наша школа тоже решила быть исключительно в голове, поэтому вошли в еврейский Новый год ярко и незабываемо. Празднование началось в торжественной линейке, почетным гостем которой стал главный раввин Казани и республики Татарстан Исхак Горелик, протрубивший шафар и тем самым известивший о наступлении Нового года. Мы находимся накануне еврейский Новый год. Он так называется только потому, что еврейский народ отмечает его. Но на самом деле это день, который касается всем. Это тот день, когда появился первый человек, Адам. И по нашей традиции в этот день решается судьба каждого человека, который живет на земле. И вообще решается судьба, что вообще произойдет на земле в этот год. И поэтому я хочу пожелать всем, как у нас говорят, Шана, Тувау Метука, хороший и сладкий год, что было и в целом в мире, что все было хорошо, и у каждой из вас, что у вас все было хорошо. Ребята были выстроены в форме букв ТАВ ШИНПЕЙ, означающей краткое название наступившего года. Не обошлось и без Седрова в этом году, где каждый класс выбрал себе определенный и интересный формат проведения. В начальной школе ученики вместе с классными руководителями украсили кабинеты. На столах, конечно же, были традиционные продукты. Устроили мастер-класс по изготовлению открыток. А также ребята организовали различные концертные номера. В среднем и старшем звене учащиеся не отставали и тоже проводили Седры по-своему. Были и сценки, и песни с танцами, и викторины. Кто-то даже тянул предсказания на будущий год. А завершил все посвященным Роша Шана спектаклем от 11А, который провел его, как всегда, на высшем уровне. Грандиозно и потрясающе. И давший заряд на весь следующий учебный год. Шана Това Умэ Тука. Репортаж подготовили Камилу Кулькову и Глеб Прохорович.